Ссылка со стримом, ссылку канала сейчас. Ребята, никаких проблем. Ссылка канала на YouTube. Ну, вообще, YouTube канал и все остальные мои, как это называется, платформы, на которых я стримлю, можно отыскать в группе ВК. Но для особо ленивых сейчас я закину вам ссылку на канал. Пожалуйста. Вилком, ребята, не благодарите. Вкратце можешь про игру рассказать? Описание игры тоже есть в первой части трансляции, в аннотации к ней. Но если вкратце, то после получения письма мертвого папаши, некто отправился аж в самую Гренландию по следам усопшего родителя, где внезапно провалился в огромную подземную канализацию, по которой он и топает. Тудым-сюдым выяснилось, что в этой канализации кто-то разлил необычайное количество психотропных химикалий, отчего пучила не только людей, но и живность. Вот, собственно, пытаемся понять, кто это сделал и в чем секрет этой зловещей истории. Это если вкратце. Окей. Ну, помчали, пожалуй. Дальше. Продолжить с последнего сохранения. Yes. Загружаем. Я надеюсь, что все будет в порядке. Да, друзья, значит, вспоминаем. Я что-то не понял. А, подождите. Я, то есть, сейчас снова буду прыгать через бочки. Твою мать. Электрическое заграждение. Мне лучше найти способ туда пробраться. Короче говоря, друзья, всю последнюю часть прошлого стрима мы прыгали через эти чертовы бочки под электричеством. Игра очень близка к реальности. То есть, можно взаимодействовать практически со всеми предметами. Вспоминаем, как это делается. Тапчик. Так, у нас есть также блокнот. Список дел. Отыскал выход. Начинаем расчистить его от всякого старья. Не помню, какой выход. Много заметок. Много интересной, шучу информации. Где Пучков? Отличный вопрос, Вовк. Отличный. Если ты думаешь, что Дмитрий Юрьевич 24 часа в сутки, 7 дней в неделю стримит на Опергеймере, то ты оптимист, мягко говоря. Я думаю, Пучков чувствует себя великолепно, но не на нашем стриме. Здесь мультистримерская платформа. Очень много народу стримит на Опергеймер. Иногда там появляется и сам господин Гоблин. Мы вспоминаем дальше, что делать в этом празднике жизни. У нас есть кирка, вот такая замечательная лампа и желание забрать этот фонарь. У нас много сигналей в факелах, у нас уже целых 6. Куски мяса, которые могут привлечь животинку кровожадную, бегающую за дверью. Блокнот. Хлопковая веревка, пропитанная бакстрином. Осталось только рвануть ее, но рвануть пока не получается. В общем, первая задача грядущего дня. Кстати, кирка на 2, это на 3. Да, кстати, я забыл, тут довольно сложно взаимодействовать с... Не взаимодействовать, а махать кирками. И можно уходить в режим замеса буквой R. Тогда персонаж... Нет, все равно чуть не получается. Почему-то... Стоп, а как? Допустим, молоточек. Да, вот, когда персонаж практически не двигается и может только махать своим прекрасным оружием. Короче, ребята, все непросто. Все непросто в этой игре. Ну, а сейчас мы с вами... Сейчас мы с вами будем перелезать через преграду. Для этого нам нужно взять несколько досок и путем сложнейших манипуляций поставить доски так, чтобы по ним можно было перепрыгнуть. Как вы видите, реально можно взаимодействовать абсолютно с каждой... С каждым элементом ландшафта. Практически с каждым. Я в жизни со столькими предметами не взаимодействую. А в игре вот получается. Ну вот. Таким образом мы сейчас играем в заборостроителя. Вообще у этой игры много разных поджанров. Можно играть в юного химика, можно играть в симулятор. Бойскаута. Ну и, пожалуй, наверное, на эти досочки. Ладно, третью принесем. Вот она родная. Можно бочки расфигачить, но... Не вижу в этом смысла. Их можно таскать, подкатывать. Какого-то невозможно перетащить через железную преграду. Не через железную, а через эту хрень. Ладно, берем доску еще одну. Так, стоять, бояться. Потащили. Я думаю, что в свое время игра была прорывом в этом жанре. Поскольку предоставляла такие неограниченные возможности по взаимодействию с интерьером. Ну, а сейчас это просто добротная, старая, добрая игруха. Ну, вот такие дела. Три доски. Осталось только сигануть. Ага, понятно. Ну да, я думаю, что тебе просто везло или не везло, в зависимости от твоего личного отношения к Дмитрию Юрьевичу. Но ты три раза попадал на него. Короче, нам нужно на эту бочку запрыгнуть. Но, как вы видите, что-то проблематично нам по доскам забраться. Надо их чем-то подпереть. Помимо того, чтобы непосредственно поставить сюда. Да, нам очень нужно на ту сторону, потому что это единственное место, где мы можем раздобыть какую-то там хрень, которая позволит поджечь веревку. Вот, знаете, мы должны поджечь веревку, но не получится, потому что ее нужно, типа, высушить. Или облепить порохом, по-моему, что-то такое. Вот, приходится заниматься крайне увлекательной забавой. Эта доска просто не хочет ложиться на бок. Я не знаю, как на это повлиять. Черт! Нельзя подходить близко к забору, потому что шарахнет, и, в общем, приятного будет мало. Так, главное, не перекинуть доску по дурости через забор. О! Нет, не его. Господи, как же тяжело жить человеку с полутора руками. Так, симулятор трудовика продолжается. Я просто сейчас утащу эту доску, попробую ее развернуть. Да она просто не хочет ложиться. Ну вот, посмотрите, что это за паскудство практически, понимаете? Ну! О! О! Пожалуйста, 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 пожалуйста. Шикарно. Смотрите! Нет, тогда не получится пробежать, да? Надо чем-то их накрыть. Чем-то их накрыть или подпереть. Вот можно взять еще такой ящик. Так, вряд ли он будет нормально подходить, но... Ну, короче, сейчас на пофигу побежим, ребят. Ой, шикарно! Вообще, Олежечка просто лучший. Итак, друзья, мы хрен знает где. Зато есть дверь. Взрывчатка. Туда-то мне и надо. Шикарно, но... Не будем спешить. Лампу можно гасить. Например, вот так. Это что такое? А, мы отключили забор. Заграждение питается от этого аккумулятора. Слабенький какой. Магнитечко, належь мне водички? Пожалуйста, стаканчик. Работает, значит, недавно меняли. Ну, да, мы тут не одни, как мы уже поняли. Вот, у нас есть вот такая прекрасная бочка. Кстати, можно ее, наверное, размотать киркой. Почему? Да потому что давненько я ничего не крушил. Иногда в них что-нибудь полезное можно отыскать. Например, пол-литра сухого красного. Я не понял, а то что? Из чего сделана эта бочка? Из сплава свинца? Можно и эти ящики раздолбать. Но там вряд ли будет что-то полезное. Тем не менее, надежда умирает последней. Что-то какая-то кирка у нас слабоватая. С молотком мы лучше справлялись. Даже лампочку разбить не может неудачник. Ну что ж. Не открывается. Вот черт, как же мне пробраться внутрь. А дверь-то совсем старенькая да плохенькая. Намек понял. Намек понял. Все, что старенькое и плохенькое, нужно гасить киркой. Я думаю, что это должна быть первая статья в пенсионном фонде. Для того, чтобы не напрягаться с лишними выплатами. Что, вот он и порох. Обезболивающее. Нет, это, к сожалению, не порох. Это чья-то новогодняя игрушка. А порох сзади. Кстати, я вижу пауков. Ничего полезного тут нет. Не обманывай. Вон. Вон там какая-то хрень. Динамит. Динамит. Отлично. Есть. Вот и бочонок с порохом. Жаль, единственное отверстие наверху. И оно слишком узкое. Твою же мать. Ну, хрен его знает. Как расширить отверстие? Я пока не имею понятия. Вот еще один динамит. Так, теперь у нас есть группа динамит. Не знаю, что сюда можно вставить. Попробуем? Ё-моё. А, хотя, в принципе, молодец, Боня. Решил проблему не совсем тем способом, которым хотел, но... А, блин, да ё-моё. Да я же его уже убрал. Но теперь у нас и нет динамита. Зачем он нам нужен был? Действительно. Сухой порох. То, что надо. Шикарно, блин. Два динамита потратил. Ай, молодец тебе, Боня. Скрещу пальцы. Если повезет, запальный шнур готов. Но это... А можно еще немножко динамита? Я в некотором роде немножко затупил. Что ж, теперь у нас есть... Невероятно мой первый элемент подрывной деятельности, созданный своими руками. Да, за эту игру могли бы и посадить, если честно. С недавнего времени надо быть поаккуратнее с такими стримами. Ярова не дремлет со своим пакетом на голове. А что, все плохо, ребят? Теперь, собственно, с динамитом у нас... Вы думаете, что надо загружаться? Порох не взрывается от динамита. Да, это тоже абсолютно реалистичная физика. Порох не взрывается от того, что рядом сжахнуло кило динамита. Бывает. Друзья, давайте посовещаемся, загружаться или нет. Загружаться или нет, потому что, возможно, этот динамит нам еще пригодится. Я как-то слишком самонадеянно им распорядился. Ну, пока чаты молчат. Монетку кинь. Не знаю, в кого кинуть монетку. Могу в кошку кинуть, но вряд ли она подскажет. Ладно, ребят, рискнем. Если что, это место все равно есть у нас на загрузках. Оно же в автосохранении. Так. Ну, я думаю, надо топать дальше. Не знаю, что это такое. Похоже на какую-то бомбочку небольшую. Ну, как ее... Кстати, а может быть зажигалочка ее того? Ну-ка, давайте сейчас посмотрим. Не получится. Хорошо. Хотя веревка вроде есть и можно было бы устроить небольшой фейерверк. Но нет так нет. Как говорится, монеты сюда нет. Вопрос в другом. Что делать дальше? Ну, дальше-то мы, понятно, идем обратно к выходу. Там нас ожидает очередной приход. От гидропонного артефакта. Странный артефакт. И больше ничего, да? Артефакт странный. Больше нам... Да, ну, в общем... Артефакт, который на минуту делает нам эффект флешлайта. Так, у нас есть веревка. И нам нужно топать в комнату, где псина летает. Я думаю, нужно вырубать к чертовой бабушке свет. Блин, так вообще ни хрена не видно. Ё-моё. Значит, наша задача куда-то запихать в веревку. В веревку с порохом. Можно было бы, кстати, псину замочить как-нибудь. Так, стоп. Она где-то здесь ходит. Я знаю. А, ну вон она, скотина. Мы просто тихонечко уходим. В подполье. И где-то здесь мы оставили нашу драгоценную бочечку. А где непонятно. Блин. Топографический кретинизм по-прежнему продолжает меня изводить. Блин. Эй, Баскервилей. Спокойно. Давай без паники. Можешь, конечно, отвлечь ее тухлым мясом. Я на последней трансляции раскидал все тухлое мясо, а теперь раскидал еще и динамит. Обидно до некоторых пор. Так, валим. Непонятно. Непонятно, что это за хрень. Слушайте, и здесь у нас нет счастья. Да ё-моё. О, черт возьми, а. Кыш. Пошла вон. Блохастая. Нам нужно в другую сторону. Ну, а как в другую пойти, если она не пускает? Что делать? Да, нормально. Меня устраивает яркость, если честно. Трезор. Ты молодец, дрессированная псина. Пожалуй, угощу тебя большой берцовой костью. А вот и все. Прощай, любимый город. Уходим. Добегу, добегу я двинь или нет? Вот вопрос. Нетривиальный, да, ребята? Как же хочется жить. Как же хочется... Мимо. В смысле попал. Скотина. Окей. Хорошо, зато динамит не потратил. Так. Ну да, у нас уже запальный штур. Да, нам придется как-то обходиться без динамита. К сожалению. Надо поубирать все лишнее. Надо как-то загасить псину. По-хорошему это можно сделать. Кстати, а можно я... Может, тут динамит лежит в какой-нибудь избойчику. Зачем нам столько? Тем более, что это собака. Вы не поверите, она... Она громит бочки, как медвежатник сейфа. Ничего ей не берет. Я даже киркой в лобешник закатать не могу. Хотя вот киркой в лобешник закатать, это идея. Это идея. Может быть, от одного удара киркой она двинет лапы. Ну, в смысле, кони. Так, здесь ее можно как-то запутать. Бить псину с ящика? Бить псину с ящика. Это интересный... С некоторым вроде вариант. И че? Ребята, у нас один-один. Синая. Не, не достаю. Блин. Так, шарик. Барбос. Альбатрос. А если так? А если сидя? О, еее! А, нет, не е. А, ну еще разочек. А еще разочек. Куда убежала? Сюда иди. А сколько... Здрасте! На! Ну, она, слушайте, она до некоторой степени упорная, сучка. Слушайте, а... А сколько я буду убивать ее? Все, кажется, сдвинулась. Нет! Да это собака Маклаута! Нет, все, она передумала драться. Но кто же ее пустит? Получай, сволочь! Да, ребят, я сказал, что... Я сказал, что... Может быть, она умерет от одного удара кирки. Я сильно ошибся. Ну что ж, друзья, появилась светлая идея рассмотреть, сволочь. Что милая собака могла бы жить-дожить, если бы не сдохла. Вы знаете, есть светлая идея. Это та самая бочка, которую я... Того. А ну-ка. Лучше не рисковать, пока не все готово. А что именно? Не все готово. Что нам еще нужно? Ладно, несем. Короче, есть идея... Не-не, вряд ли она удовлетворяется. Есть идея динамит просто не тратить и начать заново. Я понимаю, вы меня ненавидите уже, но... Ребята, серьезно, это же... Смотрите, какие-то палочки на елочке. А ну-ка, я смогу киркой? Могу. Ничего нет ценного. Не тратить динамит в колеса, какой-то мусор. Что еще нужно? Что еще нужно? У меня есть эта бочка ТНТ. Три нитрату лол. Может, пусть у вас в горных работах. Вот только запала нигде не видать. Чувак, запал есть как раз. Запал как раз есть. Я не помню, куда ее... Ага, ее нужно, соответственно... Вот. Мы почти допинали ее до штольни. Короче, ребят, я предлагаю начать заново, грамотно использовать. Положить динамит. Сделать все как нормальные люди. Ну, или... Черт. Ага. Мой самопальный шнур на месте. Одна из края здесь начнется такой фейерверк. Надеюсь, меня не заденет. Ладно, будем надеяться, что динамита нам хватит. Если он просто валяется в ящиках, то, наверное... Наверное, все будет бенч. Ну, а мы... Мы передаем большой привет всем пиротехникам страны. Давай. Я надеюсь... Я надеюсь, рванет не вся шахта. Нет, все, все великолепно. Ну что ж, наше путешествие продолжается. Зажигалочку разрешите убрать. Мне шибко просторно, но что поделать? Никогда не любил спелеологию. Да, у меня тоже боязнь запутал пространство. Имеется. Ну да ладно. Оглядываясь назад, я невольно задумываюсь, что же заставило меня уходить все глубже под землю. Может, это опасная гордыня выжившего? Глупое самодовольство человека, что столкнулся с бедой? Но взял верх. А теперь я понимаю, что лучше бы умер от голода или был растерзан полчищами тварей, чем запустить эту цепь событий и в конце концов оказаться здесь. Наедине с письмом к тебе. Надеюсь... Я просто надеюсь, что ты поймешь, мою историю сможешь докидывать все оружие, чтобы положить ей конец. И я того же точно не смог. Короче говоря, это флешбеки некого студента, которому пишет вот наш главный герой. В общем, сложно все это. Что ж, добро пожаловать в следующую локацию. Здесь милое местечко. Ну, давайте изучать. Груз 24Т. Ого! А, я думал, я целый контейнер таскаю. Мало ли, вдруг я Халк на самом деле. Ни хрена нету. Но... Зато можно спрятаться. На случай шухера. Так, а здесь что? Тут как бы... Можно прям... В этих контейнерах, знаете, могла бы жить небольшая таджикская семья. Да, о чем я говорю? В этих контейнерах могла бы жить огромная таджикская семья. Такие две. Однушки пропадают. Ладно, пойдем дальше. Что? Что это? Расставили здесь ящиков в стиле Супер Марио. Что за грузчики здесь ошивались? Сплошные ящики. Вот только бутылок водки нигде не видать. Открываем здесь. И тоже полнейшая... Полнейший голяк. Наверное, не будем особо шуметь. Мало ли кто здесь водится. Ага. В этих глубинах любой шум звучит иначе, чем на поверхности. Стык падающих камней похож на греки, будто камни живые. Чувствую, психотропные начинают воздействовать уже и на главного героя. Какие живые камни? Ну да ладно. Так. У нас есть лестница. Ведущая в каменный потолок. Я думаю, что... Это русские строили точно. Узнаю этот шикарный. Продуманный во всяких деталях ремонт. Ну ладно, дверь. Давайте же откроем. Жаль, карты нет. Ну да ладно. Миленько здесь. Достанем кирку, пожалуй. В шахте может быть система вспомогательного электропитания. А это видно ее часть. Дало ли нам что-нибудь это знание? Пока нет. Зато мы знаем, что в шахте был свет. Целый бак с пропаном под высоким давлением. Понятно. Ну-ка. Произведем осмотр имущества. Так сказать, инвентаризация по-гренландски. Ага. Понятно. То есть некоторые виды дерева кирка просто не берет. Возможно, это какое-то особое дерево. Не знаю. Фанера батайского древа комбината. Которая не рушится даже бензопилой. Так. Сюда можно пойти, но я сюда не пойду. Почему, спросите вы? Ну, потому что надо осмотреть сначала всю местность. Шикарные места. Ну нахер. Так. Проблема в том, что здесь... Здесь, ребятушки мои, нет ящиков. А как мы поняли, псину валить нужно с такого количества ударов кирки, что нам не хватит и жизни. Окей. А есть ли какой-нибудь ящик? Чуть дальше. Вот он, родной. Вот так вот. Сел и гаси. А могу ли я его с собой? Да, и понесем. Понесем нашу тумбу к месту битвы. Да будет свет. Спасибо за подсказку про ящики. Наша жизнь могла быть куда менее привлекательной. Ну что? Судя по рычанию, тебя давно не кормили. Сейчас ты съешь немножечко стали. Дорогая моя псарня. Я надеюсь, я... Я правильно попал? По назначению. Так, моя задача... давайте, ладно, пойдемте прямо. Чтобы у нас со спины не выскочила. Гнида ушастая. Эй! Кусь, 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 кусь. А, ты за решеткой, что ли? Видимо, эту дверь закрывал шахту, и все оборудование после завершения в смен. Так вы без электричества не откроешь. Шикарно. Нам нужно запустить вентиляцию. Ага. Здесь у нас, соответственно, код, который мы не знаем. Панель старая, давно не работает. Угу. Ну, как давно не работает? Я так понимаю, что без электричества не работает. Хорошо. А... Где же наш блохастый друг? Иди сюда. Трезор. Шарик. Опять бутан, да? Извините, пропан. Лестница на второй этаж. Ё-моё, еще одна дверь. Да. Богатая гулянка. Ну, я примерно понял. Да. Я примерно понял. Топот здесь довольно много. Да нет, не очень. Зачем нам эта лестница? Давайте рассуждать логически. Может быть, заманить сюда барбоса, а потом спрыгнуть, и барбос разобьется. Какая чушь. Окей. Хорошо. Идем назад. Тут обвален потолок. Теперь от этих лесов мало толку. Это вы прохимкинский лес? Так, да-да. Ну что, протагонистик. Поперли сначала в эту дверку, потому что чувствую, что телепать в другую сторону очень долго. Привет, честной компании. Надеюсь, здесь мы обойдемся без... Ох ты, как интересно. Ох ты, как весело. Ну, я так понимаю, что... Ага, лестница. Твою мать! Ну, в общем-то, я примерно это и хотел сделать, но чуть менее экстремальным способом. Господи. Мы просто упали вниз, сломали себе обе ноги, но чувствуем себя превосходно. Сейчас, сейчас. Со временем... Понимаете, наш персонаж напоминает какую-то китайскую версию Росомахи, то есть он восстанавливается, но спустя длительное время. Такой. Муляж Росомахи. Да, вот так я и хотел сюда спуститься, но зачем? Зачем, когда можно... Тихо, тихо, не падай, братан. Так. Давайте. Расчистим немножко территории. Ну, вот видите, уже лучше. Нет? Ну, ладно. Стенки этого тоннеля не такие ровные, как в прочих местах. Они тут что, руками копали? Но если они это копали, то это явно русские строители. Явно. Стесно у вас живительный ящик и артефакт. Идри его в корень. Дверь, из которой я пришел, остается для нас... Остается для нас загадкой. Это что такое? Запчасти генератора. На ВК изображена батарея, но сам ящик закрыт на голову. Если шахтеры открывали такие контейнеры особой машиной, то сейчас такой поблизости не видать. Понятно. Посмотрите, можем покрутить. Что это за шайтан машина? Холодные ржавые. Здесь внизу только ржавчина. Понятно, это какой-то мега-агрегат, о котором мы начнем читать сейчас. Генератор типа 7G. Благодарим вас за покупку оборудования серии тип 7. Уверены, что вы оцените современную работу еще и на бензине, и вспомогательную электросистему по достоинству. Точно овервотч? Да, да, патч вышел. Ниже приводится краткий перечень новых усовершенствованных функций модели 7G. Удобный ручной гестартер заменен на новый. Питание от батареи, система контроля частоты, смазка на рабочем месте может привести к травмам. Благодаря новой системе риск получения травм значительно снижен. Экономичность. Руководство для быстрого запуска. Увидите, что зона вокруг 7G свободна от оборудования и персонала. Возможен перегрев. Подключите и подтвердите готовность резервного контура путем поворота соответствующего вентиля. Включите систему охлаждения, стравливайте пар, включайте подачу смазки. Очень легкая инструкция. Знаете, просто примитивная. Проверьте основной вентиль, подтвердите готовность, переведите рычаг для подачи электропитания в активное положение. Шикарно. Шикарно. Закрыта автоматическая дверь и без электроэнергии она не откроется. Да, мы это уже тоже поняли. Так, это что такое? Батарейки. Очередные батарейки на совершенно ненужный фонарь, потому что мне и так хорошо. Ну, хотя, может быть и нет. Панель управления генератора, наверное, это она. Это что такое? При захранителе, кажется, промышленного образца. Это не открывается. Это тоже. Но зато можно все вращать. Все, великолепно. Все рычажки крутятся. Примерно так же я в детстве испытывал. О! Там можно посмотреть. Символ стерстного отказаться по остаткам линии еще можно. а римская цифра 1. Тут 2, соответственно. Тут символ воды. Какая-то гидравлика. Теряюсь в догадках. Понятно. То есть символ воды это куча глистов, а не капелька. Ну, хорошо. Ладно. Система Грюндик. Хорошо. Ну вот, а нашему персонажу легчает. Все хорошей и хорошей становится. Защитный экран. В журнале Яралаш. Вот эта громадина такая потянет на 3,5 мегаватта. Такая старая и все вокруг. На пару-тройку лампочек точно хватит. Тут мы защищаемся. Тут у нас экран. Поднимаемся наверх. Есть такие вот факелы. Все еще жалею, что нет динамита. Но зато есть обезболивающее. Есть обезболивающее и слава Богу. На 3,5 мегаватта. А, можно крутить ее, да? Нет. За нее можно ухватиться, но крутить нельзя. Так как ровно и за все остальные. Ну вот. Пробы наугад. Че? Никогда не дают положительных результатов. Сделал пометку в блокноте, а что это там наметил-то? Главный генератор не запустится без стартера, а стартер без электричества. Ах ты ж. Симулятор электрика, конечно, это мой любимый, но... Да ладно. Ну, в принципе, понятно. Давайте же посмотрим, что нам скажет наша тарелочка с голубой каемочкой. Сейчас я как будто на мгновение покинул тело, но не смотрел на себя со стороны, а перешел куда-то еще. Что же это за штуки? Я думаю, что это... Это Обамка подсунул. А, хотя мы же в Гренландии. Нет. Тогда это подсунул кровожадный Сталин. Ясно. Ну вот она уже окончательно похорошела. Не знаю, куда можно поместить пропан, но это большая электробудка. Будем знать. Будем знать. Стоп. Не понял. А, нет. Понял. Понял. Это вот здесь лампочка, лестница. Да, все. Мы на месте. Ладно, топаем дальше. Куча пропана повсюду и ящик от собаки. Я буду его таскать теперь с собой везде. Добрый вечер. В хату. О, смотрите. А вот и предохранитель. Только как его достать? Действительно. Тут написано 50-амперный предохранитель, но коробка пуста. Может, ее содержимое найдется поблизости? Конечно. А вот и динамит. Харентом. Оп. Вяленое мясо. Еще немного мясца. А вот и газетка. Комсомолочка. Порядок действий при ЧП. В случае чрезвычайного положения всем работникам шахты следует соблюдать порядок действий, заложенный настоящий памятник. И спасательные службы будут уже в пути и не привыкать к спасательным работникам, не зашиваясь, самостоятельно оказывать помощь пострадавшим или контактировать с аварийными службами. Приведено ниже, куда должен использоваться в крайнем случае, если вас завалило в шахте без возможности выхода или контакты со спасательными бригадами. Ну и если они вам просто омерзительны. В подобной ситуации следует изучить прочность окружения, осторожно простукивая и ощупывая опору головой. При отсутствии опасности сдвига пластов проверить наличие любых средств связи и попытаться подать сигнал в бедствие с помощью песни Надежды Кадышевой. Если средств связи нет либо они повреждены, начинайте выстукивать Стаса Михайлова по стене завала. Спасательная бригада услышит и откопает вас. Азбук Амурзе, АБВГД, Жозеик ХЦЧ. Шикарно. Кстати, а что он там за пометку сделал? А, ну да. Моя любимая мастерская. Ясно, понятно. Топаем дальше. Что за игра? Пенумбра. А скинь ящик в дыру. Предлагают скинуть ящик в дыру. Это интересная такая идея. Свежая, скажем так. Ну ладно. Что тут у нас есть? Швабра, смотрите. Ой, я взял ее. Лол. Метла. Вокруг столько грязи и пыли. Эта метла явно не пользуется спросом. Еще. Вы предлагаете. А, то есть я могу и просто драться. Вот так вот пылючку помести немножко. Не знаю, зачем это она. О! Видали, что творится? Че? Че творится-то, люди добрые? А, ну-ка. Очередные батарейки на фонарик. Если бы они нам еще были нужны, хотя бы немного, но... Ладно. Чем богато, как говорится. Те мы взятку дадим. Так, хорошо. Нам же нужно сюда... Поставили раз. Поставили два. А, я не могу взять ее. Ах ты, черт! А, нет, могу. Ну? Давай, бро. Ты справишься. А, молодец. Шикарно. Итак, у нас есть предохранитель. Обычный, 5-вольтовый. И это, конечно, вдохновляет. Движемся дальше. Метла в руке. Теперь мы играем в симулятор-уборщицу. Но... Может быть... Нет. Может быть, здесь еще что-нибудь есть за коробочками? Слава богу, что в этой игре хотя бы... Количество ударов по предметам не... Изнашивает наше оружие. Так. Ну что ж, движемся дальше. Весело здесь у вас. А вон еще одна дверь. Ага. Зловещая атмосфера, конечно. Ну, можно, кстати, будет закрыться в шавке. Если, конечно, она не умеет открывать дверь. Но бочки головой она ломает на раз-два, так что... От нее можно ожидать всего. Давайте посмотрим, что здесь. Да, здесь та самая лестница и дверь. Окей. Ничего, ничего. Ну вот, собственно говоря, последняя комната. Здравствуйте всем. Опа. Наконец-то. Маячок послушаем. Что там у нас в России творится? Кто там опять проворовался, может быть? Кого-нибудь показательно засадили? Что это? Оборудование для связи. Вот только сигнал никуда не достанет. Не достанет. Ускополосная раса. Помню, дело такое на первых занятиях в электронике. Думаю, я с ней разберусь. Ага. Радио детали. Не похоже на запасные. Принесли недавно. Немножко помусорим. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. 12 января 72-го года. Ребята, я бы и сам к вам зашел, но и без проверок. Качество вашей работы дел не проворот. Я знаю, что у вас давно сложившееся товарищество со своими шуточками и прибалутками. Это нормально для дебилов, живущих в одном месте. Это не инвентаризация и вчера. А это относится ко всем. Бросьте шуточки. Короче, тут какой-то суровый начальник. Прописывает всем нехилых люлей. Снова пропала рация. И лучше молитесь, чтобы она прошла как пропавшая. Потому как раз в твое счете вам это льется. Дай бог. Это уже третья рация за месяц. Так что кто не придет с повинной, тот опоздал. Я перехожу к суровым мерам. Дошло. Я напоминаю, что в этой шахте в районе 30-х пропадали люди. Какие-то там нашли древние артефакты, которые вызывали у людей какие-то странные галлюцинации. Психоделического свойства. Ну и, соответственно, потом уже. В Великую Отечественную тут тоже какие-нибудь ННРБ работали. Что-то изобретали. Короче, гадости тут видимо-невидимо. Вот что странно. Так это воровство при работе парами. А будем умудряться сфинуть рацию, если другое все видят. Когда я найду виновного и выясню, что такое могло сходить ему с рук. Я выкину этого мерзавца на снег и оставлю подыхать. Пусть исчезает во тьме, как и все эти рации. Гарвард. Бригадир свинцовой шахты. Ого-го. Понятно? Гарвард. Мистер Гарвард. Кстати, стульчик пригодится, наверное. Ну, поехали. Рация. Этот писк идет из динамиков. Может, здесь кто-то еще остался. Первый-первый. Я ольха. Бурундук залез в норку. Первый. Первый. Первый-первый. Я тополь. Я тополь. Что делать? Надо залезть на стульчик. Как на него залезть, если он... Так, стоп. Можно залезть на ящики, да? Нет? О! А там внизу еще какая-то хрень. Нет. Нам тут явно морозьянку отшлепывает. Вы слышите, да? Так, а что пишут про рацию? Кабалазов, по-моему, дело такое, на перевознании по электронике. Думаю, и с этой разберусь. Может, поджечь ее? Ну, ладно. Хорошо. Давайте все-таки попробуем что-нибудь с этим сделать. Черт, чем я только думаю. Да и нормальная была идея. И как это должно сработать? Да понятия не имею. Это же ваша игра. Нет, да? Ладно, ладно. Хорошо, я. Я всего лишь пытался. Так, ну слушайте, что-то можно сделать. Нет, ничего сделать нельзя. Просто... Просто уныло. Ну и что дальше? Дальше у нас есть предохранитель. Дальше у нас есть предохранитель и надежда на лучшее. И ящики в очередной раз не бьющиеся. Стоп. Может быть, нужно прям залезть на ящики? Да нет. Вряд ли. Может, что-нибудь на верхней полке полезное есть? Нет, да понятно, что марзианка. Там код можно по марзианке, наверное, отбить. Блин, ну мы будем полтора часа его слушать. Ё-моё. Те же одна из заметок. Слушай, а давайте реально просто интересно, что там там рассказывают по марзяночке-то. Чё там? Ой, нет. Возврат в игру. Блокнот. Ну-кась. Кажется, вот эта хрень, да? Нет? Нет. Ага, вот. Во! Во! Так. Сейчас, ребятушки, вооружимся ручкой. Секундочку. 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 Ну, просто интересно Марусь, бери ручку Листик, сейчас мы будем с тобой играть в радистов Я тебе буду говорить Короткий На короткий ставь точку А на длинный тире Только Когда я буду делать паузы Когда я буду делать паузы Ну, это как бы Значит, паузы между сигналами Итак Раз, два, три, четыре Четыре коротких, два длинных Три коротких Пять, пять коротких Так Спокойно Сейчас Три коротких Блин Ага Три коротких, два длинных Два длинных Три коротких, два длинных Три коротких, два длинных Два длинных Два длинных А ну-ка, давай проверим. Так, еще раз. Ага, значит так, теперь расшифровываем. Так, не пойму, это разные слова или нет? Я слышу, все равно говорит. Пауза. Ага, кажется вот здесь вот нет, нет паузы. Да, все, по 5 сигналов. Да. Итак, ребятушки, поехали. 5 коротких, 5 коротких. Это сборная России по хоккею в бане. 5 коротких, это 5. 2 длинных, 3 коротких. 2 длинных, 3 коротких. 2 длинных, 3 коротких. Тут нет такого. А вот, 7. 3 коротких, 2 длинных. 3. И, наконец, 3 коротких, 3 длинных, 2 коротких. 5, 5, 5, 7, 3, 8. Как интересно. Как интересно. 5, 7, 3, 8. Бонич там слова расслышал. Да, там, как бы, разрабы передают привет всем людям с топографическим кретинизмом. Все, короче, пойдемте отсюда. Мы это сделали. Так, ну вроде псина рычит, а вроде ее и нет. У нас есть предохранитель. Слава Господу нашему. Шахтбастовый, но позже там, куда я попал поначалу. Видно, после работы в этой части строители просто бросили старое оборудование и забыли о нем. То есть, отсюда люди просто удрали. Ну, может быть, у них была какая-нибудь местная шахтерская забастовка. Короче, в любом случае. Вот эта вот загадочная лестница. Очень загадочная лестница, которая, хрен пойми, что дает. И псина, которая рычит там справа и слева. А, вон она. Вот теперь все понятно. Так, ребята. Эта панель старая давно не работает. Иди сюда. Барбос. Знаете что? Я думаю, что мы сейчас притащим ящик сюда. Потому что, как только мы откроем дверь, я думаю, на нас сразу же бросится эта шавка. Милка травчатая. Так, потащили. Давай, малохольный, соберись быстрее. Как говорится, я на вашей шахте ящик вертел. Да-да-да, отрезор. Мы с тобой еще побазланим. У тебя ж нет шансов, ты понимаешь? Так, вот здесь нужно набрать этот код. Но для начала нужно завести генератор. Ну-ка, выкуся. Ох ты ж, ежики, ты с палочками. Так, а давайте, во-первых, сейчас при помощи подруги Кирки расфигачим это ограждение. И по мудрому совету одного из ребят из чатика, просто попробуем вышвырнуть эту хрень. Опа, а он разбился. А вдруг там какая-нибудь полезная фигня? Ну-ка. Жалко, мы отсюда все оборудование из этой игры не можем перетаскать. Опа, батарейка. Шикарно. Ну, конечно. Любую часть локации надо как-то использовать. Ну же, теперь у нас есть предохранитель и батарейка. Мы полны жизненной энергии и бодрости. Так. Отсюда попадает эскрансортер, но без батареи не будет напряжения. Эта неприятность. Мы переживем. Оп. Батарея на месте. Мотор стартера должен забрать. Пора запускать генератор. Эт вряд ли. Эт вряд ли. Предохранителя-то нет. По-прежнему. А тут что? Ага. А вот тут предохранитель. Ну, вот и все, ребята. Запасной предохранитель может быть. Но с этими, похоже, полный порядок. А, с этими полный порядок. Ну, и пре... Точно? Точно? Ну, и... Хрен с ним. Так. А тут что? То есть, можно прям вот взять и запустить, да? Нет. Нельзя просто так взять и запустить систему. Будем вращать. О! 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 Так, давайте почитаем инструкцию. Я понимаю, конечно, что звучит это глупо, но... Мне кажется, надо сначала почитать, что мы делаем. Хотя на автовазе так не думают. Удивительно, что в таком прощении генератор вообще может выдать какую-то диск. Это может случиться пробои, только надо было предохранители. А, вот. А теперь вот... А вот теперь предохранители. Ну, конечно! Не могло же быть такое, чтобы... Ага. Так. Что-то какая-то музыка сразу тревожная началась. А давайте-ка на всякий пожарный, мальчики и девочки, зачитаем инструктаж. Зона свободна. Ага. Подключите военно-готовность резоноконера, потом поворота вентиля. Утечите систему охлаждения до предотвращения перегрева. Стравливайте пар до приведения до... Ё-моё! Включите подачу смазки. Убедитесь, что утечка смазки минимальна. Да вы с ума сошли. Ладно, попробуем сейчас запустить. Потом... Как-нибудь запустится. Или на меня являет местным возрастом, или просто помидорозбой. Как там было в инструкции? Так что, серьезно, что ли? Как там было в инструкции? Да кто читает инструкции в России? Какой дурачок. Так, хорошо. Ну вот надолго, ребят. Оп. Не знаю, что мы сделали. Так, ну, видимо, начали правильно. Как говорится, начали за здравие. Оп. На пофигу. Работает. Системушка. И так сойдет. Ще рванет, конечно, я чувствую. Но, тем веселее. Так. Ну? Петрович! Запускай! А точно все проверил? Так, нормально. Подключи через Е. А, давай. Не, не работает. Точно не работает, да? Хорошо. Давайте разбираться. Рубрика «Давайте разбираться». Здесь бы Бахметьев из очумелых ручек пригодился, конечно. Где тут этот глаз? Я... Значит, у нас есть две... А, нет, они разные. Лол. Одна вертикальная, другая горизонтальная. Ага. Ага. Так, это что такое? Римская цифра 1. Твою же мать! Свободное продубородование персонала. Подключите под... Раз, два, три, четыре, пять. И проверите готовность резервного контура путем поворота соответствующего вентиля. Резервный контур. Система охлаждения для предотвращения перегрева. Резервный контур. Как же он может выглядеть? Резервный охлаждение для предотвращения перегрева. Это вода. Вот это, судя по всему, основной контур. А это резервный. А мы дальше ничего вообще не можем нормально сделать, да? То есть начинать нужно точно со второго. А, нет! Ё-моё! Ёк-макарёк! Стойте, давайте заново сбрасывать. Тяжело и неказисто. Жизнь рабочего. Солериста. Хорошо. Да. Без бутылки здесь не разберешься. Но я попробую. Так. Михалыч! Резервный контур! Где, ёптво? А? Что? Петрович! Какой резервный контур? Ты? 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 Ты в раздевалке вообще рабочей находишься. Так. Михалыч, что это за механизма такая? О! Глаз появился. Да тить твою мать! Ну как этот глаз... Как посмотреть? Только что появился глаз и исчез. Нет, ну серьезно. Глаз только что появился. И снова исчез. Ну как так-то? Хорошо. Это римская цифра 2. Это цифра 1. Это хер ли пойми что. Какая-то гидравлика. Похожа на управление потоком жидкости. Смазка, смазка. Тут тоже непонятно что. Короче говоря. Символ воды. Допустим, символ воды. А это что? Теряюсь в догадках. Ну окей. Значит, начинаем мы, я думаю, с резервного. В любом случае. Почему? Потому что... А с чего еще начать? Включите систему охлаждения для предотвращения перегрева. Стравливайте пар до приведения в норму. Включите подачу смазки. Я думаю, что вот это вот и есть. Символ воды, что перегрев. Дальше. Вот это, судя по всему, подача смазки. Стравливайте пар до приведения давления в норму. Подача смазки. Проверьте основной вентиль. Так. Резервный. Охлаждение. Включите подачу смазки после стравливания пара. Фак. Знаете, мне кажется, что вот это вот и есть. Типа стравливание. Ну-ка, еще разочек. Конечно, сейчас ничего не сработает. Но сейчас, значит, это у нас резервный. Это у нас, значит, соответственно, вода. Дальше у нас стравливаем пар. Потом врубаем смазку. Потом врубаем основной. И... Да есть, Джеш! Смотрите, ребята! Все. Я буду начальником этого цеха. Где моя зарплата? Ну, типа, все? Вот эта громадина, такая старая, на пару-тройку лампочек точно хватит. Хорошо. Аллилуйя! Теперь я главный мастер по электрооборудованию на этом корабле. Сюда мы больше не пойдем. Сюда мы выйдем и уйдем. О! Смотрите, как захорошело. Вот. А теперь мы, соответственно, сходим. Тут пропан нам не нужен. Хотя можно долбануть, конечно. Бью! Прикольно! Так. У нас там еще где-то была бочка с пропаном. Ну, вы поняли. Это ж можно... Это ж можно повеселиться. Так. Угу. Вот еще пропанчик. Можно прям перед псиной поставить. Он как долбанет по ней. Это ж весело будет. Это еще был пропан, нет? Тут ничего. Может быть, заработало что-нибудь там с рацией связанное. Там послушаем. Передачи для тех, кто не спит. Вот еще один ящик. Который можно тоже сбросить, но не будем. Тут нам кто-то продолжает бешено морзянить. Ну, в общем, да. Этот шум не нравится. Вполне себе нормальный. Давайте стульчик тоже... Знаете, после себя нужно следы заметать, поэтому... Нет. Этот стул тоже сделан из какого-то пули непробиваемого полимера. Ну, видимо, были такие в 45-м. В 5-м. Окей. Конечно, можно приколоться над псиной. Передача по радио. Прием. Здорово, охламон. Слышно? Допустим. Надеюсь, со слухом у тебя получше, чем с мозгами. Слушаю внимательно. Слышал свет в конце, в начале и в середине тоннеля, но кое-где осталась темнота. Мое сообщение помогло. Вот ты ведь слышал такое пиканье, азбуку морды. Сейчас тебе надо устроить дыру в стене, там, справа, за оградкой. Скорее, нет времени объяснять. Честно говоря, только времени здесь и навалом, но от любопытства кошка сдохла, так говоря. Какого черта здесь творится? Ведь это радио бесполезно. Кто это был? Что за шкет? Да, очевидно же. За ограждением справа там должна быть дыра или какой-то другой способ пробраться дальше в шахту. Ну, стоп. Конечно. Сейчас дверь-то откроется. А вот у нас и баллончик с пропаном. Блин, как же это сделать быстро, я не знаю. Сейчас мы кое-кому. Кое-чего подорвем. Блин. Давайте как-то вот так что ли поставим. Нет-нет, поставим, поставим. Ладно, пофигу. Кот. 5-7-3-8. Опа. А что такое? А что не бежится-то, дружище? Блин. Да, сейчас бы сработало, если бы я не был таким тупым. Что, попробуем? Конечно, не достану. Иди сюда, трезор. Блин, чё ж делать, а? Чё ж делать? Чё ж делать-то, а? Надо как-то его заманить. Вон он идёт. Куси, куси баллон с пропаном, скотина. Тупая. Блин. Ну, давай. Come on, let's go. Потому что я просто навинчу. Сюда. Ля, продуманный какой, а? Ёлы-палы. Какая продуманная шавка. Чё, типа, потерял надежду? Кинь тапок. Вот гадина. Блин, давно бы уже пропаном её взорвал. Кадюку. Один. О-о-о! 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 Обожаю убить собачек. Как истинный котовладель. Куда пошёл? Сюда иди. Сюда иди, козли. Крина. С разбегу решил? Не получится, гад. О-о-о! 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 Фак! Я с ящика упал! так ладно спокойно но но из так сразу берем твою мать ладно спокойно сейчас значит надо взорвать надо взорвать реально сесть и взорвать а твою дивизия отжима кражопая шавка но иди сюда сюда иди до какого хрена я падаю с этого ящика твою в корень она ящик толкает а а а а ах ты падать ладно дальше сильно не затолкаешь на дойдет а с разбега решила давай давай держимся ящика спокойно теперь мы поняли и бесовскую тактику она ящик пытается столкнуть а на муж молотком муж метлой лучше подействует спокойно бонич спокойно надо было а ух ты падла до спрыгивая добиваю кочергой да чё-то страшновато бро чё-то страшновато на я не успею второй удар нанести он сейчас отсюда будет самый страшный заход а она в обход отлично стелс кстати он идет нет и сюда иди эй ты чё ты чё вась эй тупой господи страшно то как это бесконечная махач ты умрешь или нет чёрт чёрт с другой стороны побежала я просто боюсь я реально боюсь не успею сдохла вот если бы я залез вот так раз два три не наверно мог бы успеть она бы наверно даже не встала фух следующий раз попробуем с кочергой спасибо ребята всем за советы все было великолепно спасибо спасибо этому полкану за то что скрасил наше одиночество хорошо шлёпаем дальше а тут две двери лол а вот и третья нет что это комплекс больше чем я думал чувствую себя не лучше крысы в лабиринте хотелось бы верить что живу проживу подольше это вряд ли ты же умрешь всем а так понятно чё это ага знаешь моя память она как изъеденная термитами деревянка давай добавим чуточку разрушений чтобы когда нибудь встретиться для этого нам понадобится большой металлический зверь который пожирает землю и алкает живительного сока что хранится вместе с другими вещами на складе да кстати сможешь звать меня рыжим это не мое имя конечно но имена они как фиджаки и тушь если правильно носить ну нормально я мухарю кстати расчистил бежишь не давай давай я думаю еще один удар тебе остался гадина блохастая о да какого же да какого же сколько вас тут так ну давай зови подружек будем веселиться гулять так гулять хотел бы посмотреть наружу вашего кинолога а вторая где сдохла там где-то за углом давай это сейчас двинет кони я уверен во одной капец ой чуть рвануло блин надо еще банку с пропаном наверное я долбануть эй тупица да блин не катись ко мне ну где там это срань на даже просто убежала fuh нет нормально она просто пришла со мной немножко Повоевала и гавкнулась В прямом смысле этого слова Эй Серьезно? А не дохренали здесь? Не дохренали здесь лабиринтов, ребят? Что-то мне кажется, что дохрена Нужно загасить ее Иначе это никогда не кончится Блин, такая классная страта была Ну где-то там Эй Лишайный Эй Сюда иди Даун Ладно, хорошо Если гора не идет к Магомеду Магомед Алкиевич сам пойдет к горе Я тебя сейчас поганой метлой, гадина Так нет, вот это возьмем Нам не сложно Слушайте, ну страта с ящиками Это, конечно, волшебное средство Если бы не они Я бы даже не знаю, как бы я жил Да ладно, прикинь Эй Эй Сучка недогрызенная Ты что, вообще не видишь, что ли? Ты что, отбитая? Я не могу запрыгнуть Я запрыгнуть не могу Да что такое? Подсадочка Да ты что, нахер? Я не могу запрыгнуть Мама Блин Потому что Страшно Потому что я, походу, башкой упирался Да, я не могу запрыгнуть Потому что я башкой упирался в крышу Мама Страшно Блин, что же делать? Что-то смелости поубавилось Блин, это ж надо так Встрять Все, отлично Сюда иди Давай, давай, давай Блин Блин Давай, разгоняйся И Цук, цубэ Блин, как тяжело-то, а По этой хрени Не попасть Только не говори, что застряла Эй, иди сюда Иди сюда Блин, там два пропановых баллона Так сладенько бы ее Шлепнули, да? Доедешь Так, друзья Здорово Грабл Ну а теперь, когда мы Немножечко сократили поголовье Короткошерстных на этой карте Я предлагаю основательно Не торопясь Очередная какая-то Какая-то лестница, ведущая в никуда Но это не важно Давайте же сократим Кстати, вот Два баллона с пропаном Возле стены Какие-то очень подозрительные Очень Кстати, можно эту лампочку выточить Вот просто Мне кажется, сейчас Можно сделать С помощью них дырку в стене Смотрите Сейчас рванет И будет дырка в стене Да? Нет Жаль Хорошая была теория Хорошая Ладно Отправляемся назад Значит, ребята Мы пришли вот отсюда 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 мы пришли Посмотрим, что здесь Здесь что-нибудь вкусненькое Ну, блин Хотя бы пару свертков с шубами Может быть, какие-нибудь шлепки Сланцы какие-нибудь Индокитайские Ну, хоть что-нибудь Вьетнамочки Нет Ну Жестокие представители игры Так Хорошо Мы идем направо Да твою мать Аааа Аааа Уйю Ааа Оу Подождите Меня сейчас Должно попустить Немножко Потому что Я чуть-чуть Подсыкнул Немножко Подсыкнул Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Позапрыгнули Спокойно Спокойно Спокойно, ребята Ну давай, конечно Убегай Убегай от своей Судьбы Мы же тобой Или у тебя Память Как у рыбы Господи Да что же тут Педигри Что ли Контейнеры Поставили Почему так много Псин Боле утоляющая Ааа У меня идет кровь Ничего переживу Ладно Я Так пока Похожу Продолжаем Торчить Вправо Насколько Хватает Глаз Отсюда И свалиться Недолго Надеюсь Конструкция Крепче Чем кажется Так я и не собираюсь Лезть Или собираюсь Черт Я кажется Собираюсь Лезть Да 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 Я собираюсь Лезть Плохая идея Но И что это дает Целый бак С пропаном Слушайте Ну я думаю Что Два бака С пропаном Стоящие Здесь Блин Зря я это сделал Твою мать И че Зря я все это Сделал Конечно На Для чего Вот это Аж нужно было Может их надо Борвануть Там Ну есть еще Один бак С пропаном И есть еще Одна дверь Да ваш уж Ваш уж Моть Вы с ума Сошли Че так много То Че это такое Дверь запарикардирована Что случилось С тем Кто укрепил ее С той стороны Еще Зассал Я думаю Нормальная история Нормальная история Так Смотрим Ништяки Вот он Ништячок Слушайте А если рвануть Пропан В Каас Я предлагаю Кстати Грохнуть Пропан Возле двери Вот здесь Это ж Можно сделать Ну вот Если Сейчас Он не раздолбил Рукоятку То я Нет Да Окей Деревяшка Не взорвалась Ну бывает Конечно Такое С пропаном А вот Смотрите Какое-то место Странное Нет Для меня Глючит уже Да нет Какое-то Странное место Определенно Похоже Что пол Слабый Здесь Может быть И нет Хорошо Ладно Еще одна Большая Дверь Фонарь Ночь Улица Фонарь Аптека Хорошо Я Я пошлендрил В ту дверь Там еще Наверное Один лабиринт Похлеще Этого Не так Все просто Ну да Конечно Вы серьезно Да А Стой Это же Это же Вход Ничего не понял Я еще Кругом пробежал А Все Я понял Две двери По бокам Сообщаются Между собой Вон оно Че Капитоныч Понятно Тут Значит Забаррикадировались У нас Душеклужинное Перекрытие Еще еще Дверь С той стороны Надо ее убрать Надо ее убрать Надо ее убрать Просто взять И убрать Нет Нет Ну ладно Хорошо Кстати 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 Ребята Например Я могу Обойти Вот здесь Спрыгнуть Здесь На ящик Например Да Перепрыгнуть Ее К чертовой Матери Зачем Убирать Взял Сделал Красиво И как Нибудь С подсадочкой Аккуратненько Чик Должно Сработать Конечно Но Если бы Это была Реальная Ситуация А не Игровая Модель Меня смущает Только Полосатое Заграждение Над калиткой Но Черт возьми Где наша Не пропадала Ну С вашего Позволения Дядя Попробует Разочек Свою Бредовую Идею А Блин Чуть-чуть Сломал Снова Лодыжку Нет Да Ну Но нет Как говорится И сюда Нет И туда Нет Хорошо Исследуем Дальше Местность Йок Макарек Сколько Здесь Дверей Вы С ума Сошли Да Вы Че Ребят Да Вы С ума Сошли Судя по Всему Я здесь Навсегда О Еще Одна Дверь Ой Ё-моё Так Не то Спокойно Ага Отличная Бочка Такую Я уже Видал Сосун Ваш НГО Ну-ка Да По-прежнему Ящики Из особо Крепкого Дуба Который Никак Не врежешь Шикарно У меня есть Пила Ребята Теперь Можно Пилить Бюджет Достаточно Ржавая Чтобы подумать О прививке От столбника Достаточно Острая Чтобы пилить Дерево Пилить Дерево Хм Хм Ну Идеи Пока нет Но Сейчас Все весело Ксено Доклад 66b Фаза 9 Год 9002 А 1692 Понятно Выполнен Главным Ксено Наблюдателем Только Для Старшего Инспектора Объекта Глава В отличие От других Находок 66b Больше Подходит На Объект Искусственного Неестественного Происхождения Он Представляет Особый Интерес И требует Соответствующих Мер Безопасности Большая Часть Вещества 63 Была Найдена Всего В двух Метрах От Места Залегания 66b Последний По крайней Мере Частично Также Состоит Из Вещества 63 С Некоторым Количеством Действующих Дополнений Артефакт Излучает Особый Свет Энергия Для Освещения Видимо Неисчерпаема Что Наводит На Мысль О том Что Кто-то Развернул Счетчик И Крутиться В Обратную Сторону Разумеется Последствия Этого Факта Очевидны Необходимы Меры Уже Предпринимаются Прогресс В понимании Предназначенного Устройства Если конечно У него есть Предназначение В привычном Смысле Идет Медленно Мы Дико Тупим Буквально Следуя Протоколу На седьмой Фазе Приписал К артефакту Своего Ассистента Он Пропал На следующий День В итоге Мой человек Вернулся На объект Из ранее Неисследованных Районов Шахты Предположительно Он отыскал Обходной Путь Избежи Избежал Обвалов На данном этапе Мы можем лишь Гадать о произошедшем Поскольку Ассистент Страдает Потерей Ориентации Пару раз Пытался Доковыряться До меня В постели Я далек От оспаривания Решений Древних Но с трудом Понимаю Необходимость Проведения Обычных Научных Проверок Для данного Особого Случа Конечно Я полон Уверенности В способностях Исследовательской Группы Собранной И присланной Сюда моим Непосредственным Начальством Я тоже Думаю Доску Пилит Борис Дар Просто Вероятно Они были бы Нужнее На основном Объекте Тем не менее Очень приятно Осознавать Что действия Каждого Члена Организации Тщательно Выверены И контролируются Куда более Мудрыми И высоко Оплачиваемыми Людьми Помни об этом Я со спокойной Совестью Продолжаю Лизать Вам штиблеты И заполняю Официальный Запрест На дополнительные Человеческие Ресурсы Мы уже Потеряли Несколько Рабочих При непредвиденных Обстоятельствах Преимущественно В ходе Исследований О которых Говорилось Выше Дальнейшее Изучение Шаг Требует Добровольцев Лишенных Рассудка И инстинкта Самосохранения А Задание Слишком Опасное Чтобы расходовать Более Квалифицированный Персонал Поэтому Пришлите Русских Алкашей Выражаясь Точнее Пробитых Русских Алкашей Эти За бутылку Че Хочешь Вам Ипследует Бетономешалка Как известно Мешает Бетон Но Ее невозможно Отодвинуть Окей Ящик А ну-ка Давайте Попробуем Ребятушки Что Не получилось Не получится Этот ящик Не пилится Короче Ну там Судя по всему Знаю Взятка Генпрокурору Чайки Что ли Почему он Не пилится Не ясно Ладно С ним Валим Нет Конечно же Мы не можем Уйти Не можем Уйти Не Не совершив Ритуального Прощания Этот ящик Не взрывается Не пилится Короче Ящик Пандоры Какой-то Окей Топотунем Дальше Привет Данеш Как твои дела Как сама Да Я так и думал Что мы здесь Так Топаем Дальше Пенум Отличная игра Кстати Рекомендую Всем Смотреть Мои стримы И вы будете В курсе Последних Новинок Игровой Индустрии Кека Кстати Если сейчас Я встречу Барбоса Внезапно То Тут я могу Остаться Без носа Пропанистый Пропан Че это Ты пока Играешь Без меня К сожалению Понятно Выздоравливай Не могу Открыть дверь Я сделал записку В блокноте Значит Две Главное Чтобы твои Задницы Не зияли Ну я думаю Да Про какашки Что-то нам травят Слушай Не знаю Я прошу прощения Иногда мои эмоции Хуже глупых щенков Неуправляемые Пованивают в дерьмо Чувак Ты слишком часто Говоришь про дерьмо Но я думаю К нам Это вообще не относится Между ближайшей Затопленной пещерой И местом Где хранятся Разные Вещи Есть тоннель Второй поворот Направо От закрытой двери И ты найдешь То что ищешь Японский Прадед Что ж Кажется Я нашел хранилище На его двери Закрыто С той стороны Надо искать Другой путь В тоннель Ведущий В каком-нибудь Прикрытие Что еще Дверь Нашел хранилище На ее двери Заперта Че он там Нам Че нам Там нагнал Ёлы-палы Ребята Ну Что я могу Сказать Топаем Дальше Будем смотреть Че тут Есть еще Но наш Отмороженный Друг Он конечно Так И куда мы Выйдем Ой Ёлы-палы Нет Серьезно Че-то Мне туда Не хочется Ой Че-то Не хочется Во-первых Там Кто-то Шепчет Явно Игуменки Мафии Молятся За все За здоровье Каждого Присутствующего На моем Стриме Может Подстраховать Возьму-ка я Кочергу На всякий случай Поувесистей Слушать Так Подамечки Какая-то Военное снаряжение Ему больше Двух десятков лет Ничего Я бы Попользовался Если честно Не облупился Эти ящики Докровь набиты Бутылями с водой Из чего Их тут оставили Слушайте Ничего У кого-то Был Ну Началось Ведущий Хранилище Но как же До него Высоко А А Из этой промоста Дверная вертянка Воздухом Как и в любое Здешнее место Сорваться туда Не хочется А соваться Не хочется Совсем Судя по всему Блин Придется Девольно Ожертвованных Успехов Этот прожектор Должен быть Перегорел Вещество Прежнему Не подлежит Определению Анализу Химической Формулы Ксено Структуры Результатов Не дали Диагностика Продолжается Продолжение Катион Катион Металлов Не завершен Гальциноген Здесь Не завершен Исследовательское Газообразного Тумана Оказалось Значительно Более Успешным Он состоит Из безвредного Соединения Серых Хлора И ароматических Аминов Судя по всему Духов Живанши Такой состав Обеспечивает Плывущий Визуальный Эффект Стоит уточнить Что термин Безвредный В данном случае Используется В химическом Понимании Поскольку Мы смогли Определить его Состав И можем Принять Меры Предосторожности При непосредственном Вводе В организм Это вещество Может оказаться Смертельным Бумага С дихроматом Калия Положительная Реакция Продолжаются Работы По транспортировке Вещества На данном этапе Удаление Вещества От места Первоначального Расположения Взывает Радикальные Изменения Базового Состояния Что сопровождается Сильным Выделением Тепла Пострадали Трое Рабочих Один из которых Перепился Огуречного Лосьона После рассеивания Тепла Вещество Теряет активность Не реагирует Ни на какие Тесты Основное Предположение Нарушение Целостности Материала Вещества Стоит Около 0,4 Секунды Этот человек Все еще Сжимает И что-то Ищет На что Возможно Свою очко Перед ним Поблескивает Что-то Металлическое Причудливо Выступая Из земли Заслонка Портал Дыра Дверь Незнакомый Текст Что это За фигура Вокруг Что За тайны Кроются За этими Хрюслами А теперь Появилось Чувство Которого Раньше Не было Хотя Нет Я уверен Что Оно Было И раньше Всегда Было Мало Честь Меня Так Осталось Запертый В артефакте Ядри Сейчас В блокноте Конечно Пометочка Пошла Да Нет Не пошла И все Да Действительно Какие раскопки В которых Подобного Я раньше Не видел Не знаю Откуда ЛHB Нескаплив Туман Да И соваться Выяснять Не стоит Да Давай Выясним Прикольно Ребята Мне кажется Надо Лестница Понятно В целом Более длинный Фрагмент Лестницы Похоже Я сломал Некто Способный Рвать Металл Ну Мы можем Мы можем Как-нибудь Склеить Не Ну Давай У тебя Получится Бро Так Это мы Открыть не можем Это мы Открыть не можем А это мы можем Подставить И нам надо Вон туда Да Ну Понятно Примерно Массивный Плоский камень Могли Так Используем В качестве Алтаря Для погрузки Алтаря Так А если я На него Залезу Ну Понятно Что нужно Как-то Двигать Ящики И поставить А Вот Все Ящики Двигаются Короткая Часть Лестницы И куча Разрозненных Обломков Ну Судя по всему Не проканает Да Ребята Да Ребята А Длинная Часть Хорошо Лестницу Отложим Пока Можем Еще Что-нибудь Исследовать Конечно Но Так Главное Ребята Сердцем Не стареть А как мы Из этой двери Что-нибудь Можем Вытащить Втащить Хоть что-нибудь Нет Нет Окей Ну Давайте пробовать Поставить Этот ящик Сюда А эти Ящики Что ближе К раскопкам Пострадало Сильнее Прочих Слушайте А может быть Мы его Что ближе К раскопкам Мы же Мы его Все-таки Шмальнем Пилой Какой-нибудь Не знаю Веревкой С Ну Сначала Попробуем Конечно По-рабоче-крестьянски Так Примитивно Отрихтовать Но нет Это не получится Да Или получится Что это за звук Слышите Хорошо Пила Глядь и пила А пила на четверочку Не получится Здесь тоже нет Может что-нибудь с лестницей замутить Фиг знает Но метла Вряд ли Метлой Вообще По сути по всему Должны гаситься Да Метлой Мы будем гаситься Понятно Но что конкретно Так Метлу убираем А сможем ли мы поставить Сможем ли мы поставить Например Яшчичок На яшчичок Нет Поднять мы его не сможем Да Ох ты ж Ёлочки Ты с палочками Понятно Видимо здесь нам нужно что-то Чего у нас пока нет Конечно можно долго Прилаживать лестницу К этим полупустым ящикам Но Думаю что вряд ли нам Что-нибудь удастся Хотя Та сторона Что ближе к раскопкам Пострадала сильнее прочих Та сторона Что ближе к раскопкам Я пробовал Но давайте еще раз попробуем А может быть Подпрыгнуть надо И все-таки Попробовать На зацепах О Есть контакт К добру Ликхудову Теперь можно попробовать Забраться в горловину Тоннеля Более длинный фрагмент лес Похоже я сломал Некто способный Нарвать металл А как Блин Подождите Тогда он уже короткий Еще за сандалить Ну хозе ребят Хозе ребята Что тут надо еще делать Слушайте ребята Ну проблема в том Что Я так понимаю С длинным обломком Мы немножечко А все Его теперь нельзя Не снять Ничего Более длинный фрагмент Похоже Но тут Что-то же он говорил Писал Ну и все На этом Да Роскошно Пообщались Как говорится Ой Тить его мать Ну давай Да Что делать Ну аж как-то Его с коротким Наверное нужно Было А кто он упал На месте Надо было как-то Его с коротким Соединить Затащи строна На длинный ящик Другой ящик Это хорошая мысль Сейчас пробуем Это хорошая мысль Да Недаром же у нас От каменной Давайте пробовать Так Это значит Вот тут Это значит Вот тут А это значит Мы понесли сюда 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 Оп Черт Что не так-то Давай Ты справишься Бонь Да Получается Ребята Какие же Вы молодцы Если не читеры Конечно Ну и что Что еще Один на один Да сколько Аж можно Так Может быть Все таки Теперь с лестницей Получится Не получается Ну я уж Теперь не знаю Нет Все конечно Здорово Но больше Мы ничего Не можем Ни на что Затащить Это максимум Вот такая Вот такая Загогулина Ребята Но мы Должны Просто Обязаны Забраться Как так-то Это же Просто Изи Может Подсадочкой Что На что Я только что Наткнулся Ё-моё Это что Типа Высоко Было Нет Нам явно Придется Чем-то Склеивать Еще один Обломок Я не знаю Чем Я не знаю Чем А по дырку Вы хотите Ну давайте Попробуем Ну давай Ое Спасибо Спасибо Господи Найс Спасибо Боло Вниз Я не пойду Пожалуй Горячее Ну Конечно Черт Нет Проклятие Чем я думал Теперь Ползи Через эту Паутину Хадав Через Знаешь Что за Твари Здесь Обитают Это Я Примерно Знаю Полезли Такого Еще не Видел Эти Яйца Похожи На Кладка Амфибили Насекомых Нектем Мак Отложить Такие Яйца Так Давайте Сокрушим Найс Зачем Я Это Сделал Любопытство Мое Враг Мой Ну Надо Идти Дальше Конечно Очевидно Так Яйца Не трогаем Я Это Говорю И Себе И Ахиму Леву Тренеру Сборной Германии По футболу Да Ладно Серьезно Нифига Себе Короче Надо Вообще К ним Нельзя Подходить Все В Жопу Их Надо Срочно Закрыть Проход Потому что Эти твари Поналезу Сейчас Понаедут Все Найс Отлично Фу Фу Ой Змейки Что это Такая Меня Сейчас Надеюсь Это останки Животного Я сильно В этом Сомневаюсь Надо Уносить Отсюда Ноги Так Ну Слава Богу Пауки Не должны Нас Сейчас Здесь Поле Вот Куда Ити Направо Или Налево Извечный Русский Вопрос Там Паутина Что Мне туда Не хочется Пойдемте Направо Ребята А Тут Тоже Паутина Ну В общем То Яйца Черт Нет Нет Черт Разбитая масляная лампа Огнеопасно Я ли вижу через эти испарения А Да Какого Блин Ати Что Сначала Что Ли Да Лол Ёк Макарек Короче Надо Валить Так Валим Налево А там Масляная лампа Господи Быстрее 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 Бонич Так Быстренько Быстренько Масляная лампа Зажигалка Да Какого А Вы видели Что происходит Так Зажигалка На один Окей Нифига Себе Какие Шустрые Ребята Охренетушки Охреняшечки Черт Так Быстренько Быстренько Зажигалка Фастом Обходим 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 Они бегут Они уже здесь Они здесь Сдохните Сволочи Бежим дальше Здесь Все Нормально А Так Эти все Подохли Значит Блин Камень Ааа Я не знаю Куда идти Допустим Сюда Че будет Направо ушел Сейчас ты наверное О затопленной пещере О которой мы говорили Чуть раньше Сеет лазом В путь Ради Ната Боих Будь в нем Не столь Любопытен Сколь Осторожен Мы ведь уже Вспоминали Любопытную кошку Тебе сейчас Рожде не лететь На свет Знаний А избежать Сияния В ласпине В этих пещерах Полно пауков Которые С радостью Выпьют Но не за Твое А твое Собственное Здоровье И отложат Яйца На иссохшем Допустим Че будет Если я камень Растворю Нормально Идем дальше Ребята Блин Там еще Один Был ход Там был Еще один Ход Но он Не был Загорожен Камнем А вот Этот Загорожен Поэтому Я Че-то Как-то Сомневаюсь Что Но вы Поняли Да Хм Блин Хочется Вернуться Как же Любопытно Не могу Вернусь Вернусь Ребята Не могу Любопытство Меня Сожрет Конечно Так Камень Здесь А я Пойду Сюда О Ну конечно Как знал Как знал Отлично Так Это Че Это Понятно Окей Топаем Дальше Правильно Сделал Что Я Не заглядывал В эту дырку Сказал Жене Будь Любопытным А я Не послушался А любопытная Варваре Как известно На базаре Оторвали Все Что у нее Слишком плохо Росло О Великолепно Значит Надо камень Камень Вытащив Маленький Снова Короче Смотрите Ребята Что мы Делаем Берем Так А потом Берем Вот так А не Берется Ай-яй-яй Ай-яй-яй Так Соответственно Достаем Кирку И делаем Вот так Хорош Боня Все нормально Боже Как страшно Хорошо Что у меня Под рукой Есть все Так Так Дальше Там Пила У нас Да Судя По всему Будет Юзаться Да нет 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 Так А что это Не могу Распилить Нет Жаль Жаль Постуем А Сюда Идем Да Опора Если Сюда То Лучше На нем Не Задерживаться Нормально 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 Только бы не сдохнуть, только бы не сдохнуть Ой, как не хочется Не хочется умирать, матерь божья Наконец-то И я, я еще жив Я иду, я А вот кажется я жив, но Теперь инвалид второй группы Нет, все, прекрасно Шикарно Так, надо чем-то завалить вход А вот и две Где-то в этой комнате должно быть средство от насекомых Поищи, такая белая-красная коробка Ты можешь понравиться паукам, но ведь не взаимно, правда? Откуда моим серым клеточкам знать, что у тебя жижа подтекает? Да, рыжий обманул тебя А училась небо, но не спец, ты помнишь? Он был заслужен наказанием Ты думал, что мой ум пропал во дне времен Но поэзия правосудия поразила тебя огнем восьмилапых псалмов Стыч, взяткни пасть Кого? Говноеда? Теперь мне туда не забраться И ладно, обойдусь Так и слава тебе, господи Короче, здесь есть три двери И какой-то говнеед, которому нужно разбудить Много вещей и мало толку Хорошо, я надеюсь, что хотя бы пауки не полезут Иначе это будет крайне... Тут все разваливается прямо на глазах Ну-ка, поможем Ну, что разваливается? Кто-то вынул кирпичи специально Какой-то добрый человек А вы? Не хотите его? Похоже, решетка внутренней Вентиляции Шикарно! А вот и еще одна решетка А там 58 дверей Много вещей и мало толку Нужен ключ А теперь только подтеки воды Ну, конечно же А нет Смотрите Работает средство Или нет? Не работает средство Ну, как следует Садануть еще пару раз Там есть что-нибудь? Да, там что-то есть Ключ от транспортного средства Оп Надо поискать бензин Должен быть где-то здесь Какой-то бальзам Вау! Мясо! Вау! Ненужные вещи Обожаю! Обожаю этот хлам Шикарно! Так, что у нас появилось? Вантус! А, нет Это ключ от транспортного средства Извините, я До некоторой степени Так, и все, да? Типа на этом А, нет, не все Смотрите, что мы умеем О, о чем мы умеем Только как туда добраться Как туда добраться Добраться Может, как-то толкнуть стеллаж Ну, как-то можно Ну, как-то можно, я уверен На 100% Но пока не ясно как Должна быть какая-нибудь Ну, давайте начнем с дверей Собственно говоря Поехали Самой жирной двери Которая была Закрыта Досками Так Идея Ага Ну, нам все понятно Следствую все понятно Та самая закрытая дверь А тут давайте еще Посмотрим А тут так А тут так Тут вот так И тут должна быть дверь Которая Интересно, что будет Если я В нее зайду Это что, самая дверь Которая Да И теперь В эту дру можно забраться? Ну-ка Идрио в корень Я думаю, никто до этого Не догадывался Серьезно? А Смотрите-ка А игра продуманная? Игра продумана А если А если так Я хочу, чтобы на меня напал Огромный тарантул И отгрызь мне Печень Ладно Пойдемте дальше Ребят Все понятно Но я должен был проверить Целостность вселенной Это вам Не Соларис Здесь все продумано Хотя игра Младше Солариса Раза так Вдыцать Говорится Разрабы Поработали На славу Так Можем пойти назад Но я еще Впереди не был Кстати Ага Это начало Ну Следствию Все ясно Я хочу сейчас Дойти до двери Которая Там Закрыта Доской Попробовать Ее пропилить Ну Чем Черт Не шутят Ну Таким Вот Ребята Макаром Таким Образом А А А че это Че это Я ничего не делал Я хочу Пойти вперед И посмотреть Что там Ну Здесь Псины Видимо Местная Псарня Давайте Зайдем Еще Ё-моё Так Господа Я здесь был Вообще Я здесь был Вообще Или нет Ну Был Или нет Надо Сначала Разобраться С батоном Батоша Цак Цабе Иди сюда Мой Хороший Ходи Моя Сторона Да Молодец Молодец Ох Ты Падла Ну Ну Ка Сюда Давай Разбегайся Получше Ну Ка Иди сюда Иди на кирку Моя Маленькая Аately Хороший Две А Сыка Их 2 Вот же Шавки Паскудные Ё-моё Вот это Да Ребята Вот это Да Я, конечно, в шоке от такого вероломства Как они могли Окей Ну, хорошо Ну Хорошо, у нас еще вас двое Ладно Вообще не проблема Я вообще хочу обратно уйти Мне там больше нравилось Иди сюда, сучка Ой, ой Да пошло оно все, короче Надо исследовать другие места сначала Все, до свидания Удачи Хорошо С Барбосом поговорим позже Я думаю, что мы в этой локации Собственно говоря, начнем Да, тут, короче, псарни у них местная Газку туда какого-нибудь запустить Дружественного А мы сейчас пойдем все-таки исследуем старую территорию Там какие-то более миролюбивые создания живут Добрые, дружественные И приятные во всех отношениях Где там эта дырка? Полин Я потерялась Вот это оно как-то поприятнее будет Кстати, а вот еще А вот еще Так, интересно Как же сюда залезть? Как же сюда залезть? Залезть как же сюда? Что у нас есть? Пила, метла Не густо Не жи-жи-гака Жи-жи-гака Значит, это ведет у нас, соответственно, в зад Это у нас, соответственно, лево Это у нас право Это дыра Это вот И ни одного я... А, нет, стоп Стоп, ребятушки А как это? А что это? А ну-ка А ну-ка А, блин Эти камни нужно Расчистить Вот Че вот-то? И че? Непонятно Что-то возрадовался, Бонь Хотя как, че? Оп Смотрите, сейчас Сейчас все получится И-оп Нет, стоп Поднимаемся И-оп А Прыгаем на эту хрень С подсадочкой Нет Не получается Ну, должно получиться Я прям чувствую Оп Ну, что не так-то? Ладно, хорошо Отложим Исследование Этого счастья Заперта Или что-то мешает Ее открыть Вот не везет Действительно Непруха А тут А тут везет Ну, как говорится Кому везет У того и петух снесет А Там такая же, да, история Тут еще одна шахта И тут еще одна шахта Главное, мужику Мужику пострашнее Чтоб я Все мужляшки Обдристал Хорошо, ладно По идее Мы должны были Упав сюда Попойти сначала В эту дверь Вот просто взять И пойти Мы возьмем И пойдем Ребята Но сначала проверим Что-то здесь должно быть Может быть Суперполезная батарейка Очередная от фонарика А, ну да Вот Проперло Сигнальный факел Может быть Они отпугивают пауков Например Не знаю Кстати Как вариант Они же в темноте живут Может быть Там Один из сигнальных факелов Мы пауку в морду кинем И все И нормально Мясо отпугивает Кстати Мясо отпугивает псина А факел должен отпугивать пауков Вот так По логике Так что Может быть И не совсем бесполезно Ну фонарик Точно здесь Абсолютно бесполезный Девайс Который Нам нужен Хотя может И фонариком Можно в харю Пауку посвятить Вот тогда С таким же Успехом Мы с этой палкой Мы могли Здесь полазать Ну поехали А Вот так да А Ну туда К сожалению Мы Пока что Забраться не можем К сожалению У нас отсутствуют Навыки Человека-паука Может быть Может быть Мы можем Не знаю Что сделать Батарейка У нас уже Дуром В фонаре Ключ Кирка-пила Ладно Пойдемте назад Это ложный ход Но есть еще один Ребятушки Есть еще один Ребятушки Так Здесь мы тоже Того А вот здесь Вот Может и этого Здрасте всем И что это И куда то Нас кривая Праздника вынесло как весело комната управления раньше не наверняка кипела работа но сейчас внутри сплошное запустение стульчик конечно нужно попробовать сначала дернуть рычаг а потом уже но ясно управление ящиком да раз уж я с краном совладаю подавно с краном да с изича вообще на изичанском давайте еще посмотрим что нам там судьба подарила шкафах хотя сложность какая сложность должна быть по идее до сложная я уж было испугался вдруг я на о шикарно мифология инвидов ну чё гоши филипсовичем лавкрафтовым попахивает взгляд со стороны христианства впервые опубликовано в 903 году за последние сто лет наш народ пережил своего рода религиозные откровения коренландцы как и инуиты в целом долго шли по ложному пути но сейчас когда мы все те свидетели и говы и адвентистов седьмого дня а также в клане мормонов все стало намного кошерней но сейчас поселение христианского региона все больше расширяется на ходе христианства цель данной работы выявить достоверной истории истоки древних верований гринландии дать ему оценку с позиции наших дней во времена прихода новой веры это эссе публикуется впервые в переводе с местного наречия аннирнит слово аннирник случай не случайно имеет сходство со словом ангел аннирнит инуитское определение души и бессмертной сущности которая покидает тело в смерти эта концепция весьма схожа с христианской за исключением одного богохульного отличия считается что душой обладает каждая живая тварь будь то зверь или человек принятие такого взгляда приравняла бы охоту к убийству ближнего а король гринландии страсть любил кого-нибудь шлепнуть на охоте не может поддерживаться цивилизованными инуитами турнгайт легенда повествует о злобных бестелесных духах которые портят орудия труда вредят охоте иногда даже вселяют в слабых и неудачных людей расхождениях не имеет четкого объяснения в народе нет ни легенд ни описания это существо стоит по самим возможности проверки можем ли мы христианской вере своей согласиться с содержимостью и злыми духами автор этого труда полностью уверен что истоки верования в турнгайт лежат в христианском предании о демонах как учит нас марафская церковь без честного отверженной поддержки нырды бы вымерли от колода много лет назад демон способен на вселение в тело и прочие бесчинства турнгайт избежать жевеления демона может лишь добрый христианин посвящий жизнь служению по угодным делам и сдавший деньги на восстановление храма безусловно ангакуит из вероисказанного статус шамана племени посчитаемого ангакука эти люди поддерживали связь с демонами турнгаит вместе с ними направляли и контролировали гренландский пролетариат сегодня мы следуем зову христианства не нуждаемся подобных предрассудках протестантский священник способен выполнять все обязанности ангакука и вести свою электоральную пасту довольно лобильно было с религиозными течениями в гренландии поздних лет бог главной задачей всего труда стал поиск ответа на вопрос о природе христианского бога и нескором его появлении в верованиях инуитов до недавнего времени инуиты наверно возносили они нерниит в некоторых случаях наделяя их почти божественным статусом а воплощением дьявола считали турнгаит можно предположить что подобные измышления вознесли как суррогат из-за отсутствия в жизни инуитов чего-то большего несомненно речь идет о боге надеюсь что мои изыскания просветят и направят пребывающих неверий инуитов до смелости с над их душами господь наш иисус христос питер генри натур в натуре интересно окей хорошо чё у нас там партефактом похоже тем штукам можно доверять я пользовался ими остался жив на все таки нахрена не нужны и действительно так ну ладно загадка этого вечера последняя так у нас есть это у нас есть вот это которое не бьется киркой конечно же да черт зре я это сделал да вот сначала надо подумать потом киркой лупасить ну допустим это сюда а нам нужно попасть наверх что для этого нужно сделать нам нужно для этого видимо ящик передвинуть туда это сюда это сюда шикарно зачем я раздолбал ящик ну что ты боня такой малахольный о очередная порция ненужных нафиг батареек но я их собираю просто потому что мне весело хорошо давайте посмотрим что делает кран поднимает опускает соответственно это дальше ближе я так понимаю нам нужно один ящик поставить вот сюда блин на хрена я его раздупасил кто-нибудь может мне подсказать а этот на него да хотя в принципе я могу наверное даже без этого ящика наверное могу даже без этого ящика обойтись потому что и так все прекрасно берем чик чики пуки пальцы в брюки и что это такое не ну я могу минут через пятьдесят я смогу поставить ее так что о я прям верю в себя смотрите берем и вот так вот раз во до начала попробуем ну да это сработает сейчас я ножички то подожму и все я это не пойму на хрена нам этот ящик может надо его опустить и разбить вот я думаю что михалыч надо его опустить и разбить а не так то все просто да ну я реально не пойму зачем ящик правда овервотч уже не тот ну нормальный выжил овервотч я считаю один чемпион отличное оружие смотрите как много инвентаря могу ультануть киркой пашбаном зачем нужна зачем нужен этот самый вот я реально не могу понять я могу его конечно опустить и посмотреть но я могу сюда запрыгнуть и без говорится я дзюдо любил и до алло ребят как репорт написать я не про стим бонича про другой молитесь там есть кнопочка пожаловаться на стрим и полный вперед ладно друзья ну что я так полагаю что мы сейчас опустим ящик посмотрим что внутря и собственно на этом сегодня поставить даже стул есть я могу вот на стул запрыгнуть ну серьезно что нам это дает так видимых повреждений нет но кран должен работать да он работает друзья я я может быть туплю но я ума не приложу зачем этот ящик так распилить его нельзя сжечь его нельзя подмести его можно но не вижу смысла открыть нет смысла почему можем но нет ящик не открывается как я и предполагал я хозычи с ним делать правда я могу по нему а может быть он сможет ворота раздолбасить ведь когда я по нему бью киркой может быть ворота расфигачит нет теперь для меня это самое в самый важный вообще вопрос современности что делать с ящиком и зачем а а а ну и чё нет этот нужно опустить прямо к земле можете ящиком смогу дверь выбить просто взять и выбить дверь а я хозы ребят так а это смотрите и м да ну зачем 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 нужен этот ящик деревянным ящиком ворота железные валец когда привет через полчаса нет ну правда ну вот объясните мне зачем кран ящик подвесной я главное даже не могу на него нормально посмотреть что-то же он должен был давать давайте попробуем последний раз долбануть по нему киркой но он конечно не разрушится а мы его опустили на самое донышко да стоп давайте попробуем следующим образом значит ну и что то есть серьезно вся суть этой хрени предназначалась чтобы ящик подвинуть сюда и по нему взобраться вы серьезно да нет не может быть может быть загородить как-то надо может быть как-то загородить а что будет если я не понимаю что тут дает эта хрень ну может действительно загородить эту хрень это запросто может быть так поднимаем еще поднимаем вы знаете а ведь действительно может быть нам потребуется загородить а нет не получается не получается ладно в жопу это для нас загадка века не знаю зачем все это нужно блин я случайно так еще разочек так забегаю отхожу на ящик торможу я даже могу прыгнуть на ящик но что мне это даст ну и что и что ой я сейчас ногу сломаю ни черта не дает вот просто ни черта хорошо тут еще куча всяких ходов а я как дебил просто потратил время на какое-то говно давайте полезем сначала сюда я сказал полезем сюда нет я думал кто там загородил что-то ой-ей кажется чувствую сейчас мы кони двинем а может и нет о смотрите-ка какой-то мега газ какая-то хрень я тут был ну кстати я сюда не могу сейчас идти я думаю меня газом пришьет значит 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 там какой-то генератор что ли обратно я уже не залезу да ну судя по всему нет ну как бы и стрим заканчивается поэтому давайте мы попробуем с вами все-таки найти а вот и бензинчик канистра с бензином да а его можно я могу его взять все шикарно канистра с бензином ну все теперь у меня есть все для полного счастья а это значит что на следующей трансляции нам будет крайне хорошо вы знаете мне кажется я могу загородить эту хрень нет не могу а если так дальше собственно говоря гг привет о2 называется вовремя прийти ну окей нам в любом случае туда надо а вот еще вот сюда вот можно смотрите как весело ага видали чё видишь чё видишь чё о нифига прикольно а ну тогда все понятно тогда все на изичах мы берем бензин только как обратно мы проходим я не знаю например вот здесь вот у нас есть какая-нибудь а это значит у нас надо отойти отодвинуть но для чего же нужен кран господи как же какая же загадка загадка столетия для меня зачем нужен кран я все пойму но зачем нужен кран для меня навсегда останется а ну да вот вторая дверь открылась да все понятно ребята все понятно даже сюда наверно как-то можно все-таки по хитрому прорваться как-то знаете так аккуратненько вытащить эту хрень так ну ладно не важно сюда прорваться наверное можно сюда это сюда это назад ага надо взять канистру с бензином и свалить собственно вот и вся ботва ящик ящик ну и давайте попробуем попробуем взять канистру и сдриснуть как сдриснуть я думаю что можно подняться наверх будет все-таки я думаю что можно подняться наверх раз два так взяли бензин а вот теперь как-то нам нужно вот ящики например какие-то пустые нам не подходят да это загадочка это загадочка как нам обойти вот эту хрень ну я говорю может быть скорее скорее всего вот так и обойти просто взять банально банально взять вот так вот и поставить эту штуку юзом такой пролетарский способ решать проблемы скорее всего должно сработать вопрос только в том как наклонить ее правильно если она не держится нифига а вот так ну и как бы нет нифига нет 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 давай давай чувак ты справишься так может повыше вот так вот берем и почти на вертикальную забегаем 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 и изи вообще изи кто придумал такие легкие загадки но зачем ящик нужен господи зачем нужен ящик кто же знает кто мне расскажет я читер ребята называйте меня читер не понимаю течка не прекратилась до сих пор а нам уже пофигу у нас все отлично но зачем ящик что это за хрень как она работает зачем почему стоп мы например можем что-нибудь притащить нет да мы например можем притащить кстати говоря сюда какую-нибудь фигню например тот же ящик через эти двери вот этот ящик можем протащить ну допустим можем это мы уберем это мы уберем вот так вот его зафигачить сюда вот протащить это долго конечно я понимаю но вот так вот так вот так вот так вот так и вот сюда притащить в принципе мы этим и займемся на следующей трансляции план отличный план прям я считаю кошерный ну а я попробую еще разочек блин вольер уже был вольер а вольер конечно мы зашли но там два пса сделали из нас рагу поддоны зарусь и делаю ну правда серьезно ребят ваши мысли что делать с ящиком понятно у чата с ящиком надо в лалец идти это хорошая версия есть еще альтернатива нет да ладно оставим эту загадку друзья до следующего раза следующая часть прохождения пенумбры овертюр состоится в понедельник через неделю ровно в 21.00 а буквально через час я уже залью новую аудиокнигу в собственном исполнении заходите на канал на youtube подписывайтесь там подписывайтесь в группе вк мультикастер ссылки на группу есть везде в описании моего канала на гудгейме на твиче и так далее и соответственно завтра с утра пенумбра будет тоже залито уже и на этой неделе Resident Evil код Вероника так что неделя будет насыщенной ну а я всем желаю спокойной ночи и желаю чтобы каждый из вас в жизни наконец понял что делать с ящиком ведь это ключевой я бы сказал краеугольный вопрос нашего существования до новых встреч ребята ищите ящики